Доброе утро, дорогие друзья и гости нашего сайта! Как уже было объявлено, мы начинаем нашу новую рубрику «Шахарид и кофе». Причиной этой рубрики стала очень простая ситуация. Встречаясь с людьми, слышу один и тот же вопрос. Когда можно помолиться? Утром, вечером, днем? И вы знаете, мы хотим исполнить эту нужду, молиться с вами каждое утро, но отправить вас со Словом Божьим в этот день, в который вы входите, с энтузиазмом, с ответом. По этой причине мы создали эту рубрику «Шахарид и кофе». Молитва — это душевный разговор с Богом. Молитва является неотъемленной частью нашего житейского бытия. Это то, где мы сражаемся, где мы задаем вопросы, где мы говорим. Мы говорим с Богом. Это оружие, это ходатайство, это защита и это жизнь. Мы будем проживать эту жизнь. Традиционно святовой день у евреев разделен на три части. Это утренняя молитва, молитва, как мы говорили уже, «Шахарид». Это минха, дневная молитва. И вечерняя молитва, маариф. Молитва должна быть не просто молитвой разговора. Это должно быть что-то большее. Установленных обязательств в еврейской культуре нету, как таковых. Но, слава Богу, у нас есть обязательство перед Богом общаться с Ним. Пиркек Авод говорит, молитва должна быть не выполнением установленных обязательств, а страстной просьбой о молитве, мольба к Богу. Мы с вами будем участвовать в утренней молитве. Молитве, где мы вместе будем обращаться к Богу. Толкованием, писанием. И каждый понедельник и четверг будем встречаться с вами вокруг Торы. Шахарид – это молитва после восхода солнца. Поэтому мы называем это «Шахарид» – утренняя молитва до полудня. Перед утренней молитвой традиционно евреи-мужчины собираются в миньян. Десять человек, одеваясь в талит-гадоль и тфилин, произносят особенные молитвы, которые необходимы для того, чтобы прошла эта молитва в синагоге либо в другом месте. Эти основные молитвы – часть ритуального шахарида. Но этот шахарид, который у нас будет шахарид и кофе, не будет похож на основной традиционный шахарид. В Новом Завете нет указанных обязательств, что нужно иметь десять человек для того, чтобы молиться. Бог слышит нас на каждом месте. Ишуа говорит, «Де двое или трое собрались своими мое, там и я посреди вас». Мы видим также, что из Танаха, что Даниил, который, будучи в царских палатах, он молился трижды к Богу, направляя свой взгляд к Иерусалиму. И можно сказать, не обязательно, чтобы было десять человек, чтобы твоя молитва была услышана. Аравий Тегорский пишет, «Согласно рекомендации мудрецов, всегда надо стараться учиться молиться и читать молитвы в установленном месте, например, в синагоге или Ешиве. Даже если там нет миньяна, ибо в доме молитвы как бы больше осуществляется присутствие Всевышнего, которое предназначено молитвом. Присутствуя в миньяне, в синагоге, он уже не покидает это место. Говорит о том, что где бы ты ни собирался, Бог хочет, чтобы ты молился в том месте, где собирается твоя община. Община по-еврейски цибур. Три буквы, входящие в это слово, образуют слово цадим, то есть цадиким, праведники, бенаним, это средние люди, и решамим, недостойные. Они входят в еврейскую общину. Все люди входят в общину. Ишуа умер за каждого человека, независимо, богат он или беден, постадолюден, или же чиновник. Ишуа умер за всех, и Бог слышит молитвы каждого человека. 2 Кориффинам 6, 16 говорит, «Какая совместимость храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога Живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них. Буду их Богом, а они будут моим народом». И если Господь с нами, независимо, мы собираемся, 5, 10, 15, 100 человек, Бог говорит, я с тобою. В указанном месте Писание говорит о том, что народ Божий собирался на молитву. И я верю, что это очень важная часть жизни человека. Молитва. Мы хотя и верим в Писание, мы верим в его без погрешности, мы видим, что это Слово Божье, мы верим, что Господь дал нам это Писание для того, чтобы насидаться в вере, хотя и я предполагаю, что Амеда – это молитва, стояние, которое читается во время молитвы утром или же в другие времена, не обязательно по причине того, что Амеда является установленным позицией после собрания в явном. Мы эту молитву, Амеду мы заменим молитвой, которую все знают. Эту молитву оставил нам Ишуа Мессия. Однажды ученики спросили его, помаучи нас молиться. И эту молитву, которую оставил Ишуа для нас, мы будем заканчивать каждую утрешнюю молитву. Эта молитва называется «Отче наш». И непосредственной частью всегда будет «Шума Израэль». «Шума Израэль» – это молитва, которая говорит о нашей вере, провозглашение того, во что мы верим. «Шума Израэль, Адонай Лохейну, Адонай Хад». «Парухшим кевот, Манхутол, Леолам Ваед». И мы добавляем всегда «Ишуа Хуа Машех, Хуа Дон Хакол». Поэтому добро пожаловать в наш Шахарит. Каждый четверг, каждый понедельник вы будете с вами встречаться на наших экранах. «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб нас насущный, подаварим на каждый день. Прости нам, долги наши, как и мы прощаем должникам наших. Не веди нас в искушение, но избав нас от покава. Ибо Твое есть садство, и сила, и слава вовеки. Аминь. Субтитры подогнал «Симон»